добрый день дорогие друзья шаббат шалом мы продолжаем наше изучение торы и сегодня попробуем вспомнить как мы прошли из рамзеса и дошли до кегелата нам известно что мы первые полтора года где-то где мы находились что мы делали а потом 38 лет нам неизвестно что было знаю пустыне мало что известно и нам известно последний год начиная со смерти мирям с кадеша пустыня цин сейчас попробуем дойти от рамзеса до кегелата где будет восстание караха написано что 15 числа месяца ниссан мы вышли из египта из рамзеса в суккот очень нелегкий переход написано что осмелились только пятая часть народа выйти остальные остались египте и это было тяжело потому что все выше не дает никакие чудеса идите мы пошли никаких чудес мы бы даже были на веру идти а для нас это было тяжело это не этот мир дело в том что мы же были рабами мы родились в рабстве и мы знали куда нам идти вы знали границы а тут пожалуйста идите покиньте страну которую вообще не могли покидать и мы уходим из рамзеса в суккот почему стоянка называлась суккот потому что всевышний подарил нам облака славы которые нас защищали всю эту пустыню великую страшную и они как кондиционер работала от врагов защищали и одежда наша не ветшала обувь не изнашилась мы очень шикарно жили в пустыне все условия все выше создал идеальные потом мы пошли пошли из суккота пошли в и там и потом все выше не повел нас напрямую через страну пришкин потому что короток этот путь как бы не отказался народ идти при виде войны дело в том что если бы мы пошли этой дорогой то мы бы увидели долину полную костей то что видит пророхи кескель он видит долина полная костей наши мудрецы говорят что это за кости не захороненные тела были написано что благословенное колено ефраима 300 тысяч человек вооруженные стрелки из луков вышли из египта за 30 лет до того как все вышли нам дал указание идти они видно что-то не так посчитали возможно посчитали что все вышли скал аврагаму что твое потомство будет чужой стране угнетать не будет 400 лет а в тот момент аврагаму было 70 лет они видно прибавили эти 400 поэтому можем только предполагать и посчитали что это дата выхода но потомство аврагама родилось когда когда аврагаму было уже сто лет родился у него исхак и отсюда на считать 400 лет а вот от этих событий прошло 430 и идем и дальше и пошли мы к пихахи роту что при бальц фоне бальц фон это был последний идол египта идол севера это были в рота через которые если раб пробегал то считался он свободным так все вышли решил за ним уже египтяне и гнались мы дошли до этого бальц фона и расположились станом перед биг долин какой-то городок там или башня ровес как зильбер говорит можно предположить а фараон подумал что нас заперла пустыня бальц фон остановил он понадеялся за нами гонится всевышний разделил народ израиля с египтянами столб огненный столб огненный облачный стоит в общем фараон не может приблизиться всевышний говорит идите идите и это было не просто идти в воду и написано что всевышний гнал моря сильным восточным ветром и первым пошел в воду нахшон сына минадава это колено ягуды на зависть коленом бенемина ефраима он пошел вперед и море перед ним раскрылось естественно он это мог знать из того что а врагам тоже шел когда приносил из хака на жертвенник то сатан превратился в реку и врагам говорит всевышнему ну если ты меня не пропустишь то все я утону и пошел и всевышний убрал эту реку и здесь тоже самое море открылась мы идем среди моря пишет наша устная традиция что было 12 проходов по числу колен это было невероятно чудо мы шли по суху среди моря сухое море дно идеальная дорога захотели воды попить руку протянули к стенке ледяной давала прекрасную воду то есть мы невероятно к условиях идем египтяне замик гонятся всевышний превратил для них это дно моря в жижу какую-то горячую колеса колесниц загорелись кони волкли их с трудом они уже испугались хотели бежать назад но не тут то было всевышний говорит машина веди посох на море машина вил посох море закрылась с нашей стороны получалась третья стена воды и египтяне потонули все утонули до одного не осталось ни одного утонули мы выходим на берег видим египтян мертвыми на берегу моря поверили в бога и в маша служителя его невероятное чудо мы теперь поняли что мы свободны когда увидели этих страшных египтян которые над нами издевались они мертвые и мы вышли в пустыню шур это мы читаем главе аладха потом написано дальше что главе масей шо ли три дня по пустыне и там возможно шуры и там это одно и то же место возможно это разные местности в одной пустыне синайской метраж говорит что все вот эти пустыни шур и син и синай и цин и степи мауэрда напротив перехода и паран и кадеш барнаут все это одна большая синайская пустыня так что мы не ошибемся после этого мы пришли в мару воды нет вода есть но горькая мы требуем смаше мы не молимся всевышнему как бы хотелось ему мы даже помолиться всевышний дал бы воду но мы же что делаем мы в общем молимся не молимся она маша ты виноват в вода маша взмолился всевышний сказал брось воду дерево и будет вода хорошая маша взял дерево бросил воду вода стала пресной мы пьем все у нас хорошо после этого мы идем вылим тут все выше дает нам отдохнуть там 12 источников 12 источников воды 70 финиковых пальм и расположились мы там 70 старейшин которые были раньше египетскими надсмотрщики они страдали от египетских надзирателей вот им всевышний дал теперь отдых они каждый старейшина занят свое место под пальмой мы приходили к ним по каким-то вопросам в общем у нас был отдых в элиме потом написано что мы вернулись к морю сув опять вернулись морю сув очевидно то место где наши мудрецы разбирают что мы собирали золото с этих колесниц бриллианты собирались египетские колесниц видно там мы были потом пошли в пустыню син пустыня син называется сокращенно когда мы получим на горе синай 10 заповедей маленькая это буква ют означает 10 то она стала пустыня синай раньше называлась син после пустыни син написано что мы пришли в довку довка это забились сердца при виде голодной смерти мы же вынесли с собой мацу и ели ее 30 дней маца закончилась еды нет после этого мы идем стоянку назвали алуша здесь всевышний нам подарил хлеб мы просили еды и всевышний вечером прислал нам перепелов раз вечером то наши мудрецы говорят это он не недоволен нами был но дал нам а а утром далман мы не понимали что это мелкая рассыпчатая и боже мой это хлеб который нам всевышний дал здесь будем его есть и собирали его каждый день по меру на человека кто собирал больше он мог пропасть если собирали больше чем надо а в субботу мы же сказал перед субботы собирайте его больше и он не пропадет и мы собирали его в пятницу и по два мера на человека собрали больше и хватило нам на два дня то есть все у нас хорошо и прекрасно теперь у нас есть и мясо перепела есть у нас и еда хлебка который превращался в любую еду кого мы хотели если мы соблюдали заповеди вообще был шикарный для нас потом мы приходим в рефидим очередное испытание опять с водой воды нет всевышний хочет мы помолились мы на маши ты вывел нас ты виноват и говорит маши всевышнему еще немного не побьют меня камнями всевышний говорит маши возьми палку и стукни по скале и пойдет вода маши так и сделал там место за масса стукнул по скале пошла вода пил весь народ и скотчем вода все шикарно это источник с нами ходил потом по пустыне 39 лет потом еще будет год ходить после смерти мирьям опять будет событие не очень приятное нам потом опять им будет ходить дальше ну в общем у нас вода есть все есть но нам все не терпится мы начали говорить если бог среди нас или нет начали эту страшную фразу сколько чудес мы уже прошли сколько мы все видели если бог связали нет нам мало и написано пришел амалек и начал нас убивать единственный случай за всю историю пустыни что нас кто-то убил убивал реально убивал и пишется что в общем подбрасывал то место которое обрезание обрезал и бросал вверх говорит вот тебе твой твой завет всевышнему амалеку тебя не бросали в общем это было страшное дело и убила тех кто слабый отстал в вере не верили во всевышнего после этого мы идем в хорев местность где находится гора синай мы знаем что получили здесь мы 10 заповедей две первых заповеди мы слышали сердца наши повылетали мы испугались всевышний нас вернул наши души росой небесной у нас все хорошо мы получили заповеди маше идет на гору через 40 дней всевышний известил маше что народ растлился делали себя для этого идола устроили оргию танцы в общем этот ужас раша говорит благословенной памяти говорит что с половыми извращениями даже такое мы устроили что это был ужас невероятный маше спускается с горы у него две скрижали в руках и гоше встречает говорит шум битвы в стане маше говорит не шум побежденных не крик победитель слышишь я слышу звуки восторга устроили празднице тельцу агарон не хотел делать его тельца но случились события страшные хур племянник агарона и маше сын калево и мирям он сказал что тельца делать нельзя мы требуем делать нам божество маше нету вот уже сороковой день пошел и просчитались на день агарон решил потянуть время потому что если бы он поступал по-другому его могли убить хура тут же забили когда он сказал им что не делайте идола это запрещено его толпа забила агарон решил тянуть время сказал вы соберите украшение у своих детей у своих жен он знал что жены не захотят отдавать свои украшения и так тянуть время вернется машину не тут то было они сами с ним мужчины сняли с себя кольца с ушей и собрали это золото и требовали собрала что он сделал он хотел медленно делать рисом обрабатывать что-то делать но тут взяли 22 египетских волхва которые вышли с нами из египта они с мальчиком михой которая спас машек когда-то в общем от рук фараона он уже был замурован стену маша его спас сделали колдовством сделали этого тельца и он ожил он не просто был бы какой-то статуе бы не верили но он нажил он убивал это было страшное дело и маша приходит зары увидел что сделал агарон распустил их на посмешище это ужас говорит кто за бога ко мне стали все левиты и сказал не жалейте никого и левиты убили то день около трех тысяч человек маша взял тельца пережег его растер его в прах бросил в поток стекающий с горы и заставил нас пить эту воду потому что определить всех точно виновных он не мог и подобно женщине нидиш которая определяется водой в которой оставляется имя всевышнего и потом решается виновата она или нет вот так определили виновных в общем был мор мы не знаем сколько человек умерло от этого мора какой-то из книги я читал что 24000 я не могу эту книгу найти не помню где-то где 20 назад это читал после этого маша поднимается еще два раза на гору просит прощения всевышний дарит тору маша спускается ремки бурт горы мы строим храм после этого всевышний говорит уходите идите в страну мы выходим только от горы синай и приходим в одно место и начался робот опять давай нам еды все какой-то требовали у нас иман у нас свои животные берите режьте ешьте что хотите нет это наши мы хотим даром мы помним огурцы огурцы дыни как ели в египте даром слово даром ключевое хорошо всевышний жог край стана назвали это место товара мы поняли что наглостью ничего не получится и заплакали мы заплакали мы требуем еды маша говорит куда им возьму еды даже если весь скот зарезан будет даже если все рыбы морские выложили где найду им столько еды всевышний вид разве рука бога коротка даме мясо будут есть ни день ни два ни пять ни десять ни два целый месяц пока из назрения повылазит налетели перепела собирали их ели их похоронили пишется народ приходливый и написано в 78 салме что лучших в израиле поверх после этих событий имена вождей которые мы знали которые были с нами в начале в пустыне больше в торе нигде не написаны никого нет ни не телеценцуара из конец после этого идем дальше пришли в хацерот тут мирям поговорила с агароном по поводу кушетки который взял маша жену кушетку взял он обсудили то что не надо было не понравилось ей отношение маша женой она поняла по виду цепоры что она что-то недовольна что маша с ней не спит не выполняет заповедь и не могла она понимать почему эта маша не делает но она обсудила это с агароном равенсказировала сверной памяти да если бы она сказала это маша все что она думала эту тему ничего бы с ней не было так она поговорила с третьим человеком невзирая что он раввин и ему можно что угодно и за что вообще первосвященник страны невзирая то что он старший брат маши невзирая ни на что не имела права ему говорить они должны были не говорить вдвоем только ну раз такое случилось не обсудили всевышний обратился всем троим вышли мирям и агроны маша всех шатру откровения и вот мирям покрыта проказы маша взмолился всевышний он просит исцели ее не будет на как мертвец полист левший маша молится всевышний спасает мирям не дает ей быть прокаженной говорит 7 дней она будет не стану потому что если если бы отец плюнули лицо не скрывалась ли она в не стану бы 7 дней и так и было через 7 дней мирям вернулась понятно было что она уже была покрыта вся проказа потому что написано в книге вайкра это в главе тазря написано что если проказа покрыло все тело человека с ног до головы сколько могут в виде глаза коина то человек чистый все мирям чистая мы ждали всем народом пошли дальше пришли в ритму ритма это пустыня паран или кадеш барнак называется в главе дворим тут мы говорим мы боимся идти в страну посылаем разведчиков вы это знаете хорошо пошли разведчики и говорили так как им было выгодно говорили так чтобы остаться побольше в пустыне потому что пустыне они как цари у каждого подчинения огромное количество людей тысячи людей а не знают из пророчества что маше он не введет нас в страну что будет другой руководитель и поэтому не хотят идти говорят всю правду так сказали правду что народ поверил и плакал то есть рамбан говорит что если человек выполняется заповеди все четко может все равно быть злодеем в рамках торы вот что-то подобное говорили всю правду которую они хотели но так сказали что народ испугался и не захотели идти испугались всевышний сказал вы плакали в эту ночь напрасно будете плакать в нос не напрасно была ночь на 9 ама 10 разведчиков были убиты их то называет тора словом злое общество из этого знаем что общество это 10 человек 10 евреев есть и на молитве то все выше защитывает все молитвы дальше мы пытаемся тоже восставать что-то пытается сделать мы не успокаиваемся идем дальше идем мы еще две стоянки даже три получается пришли мы ремонт перец потом еще в ливну в рису и потом вот эта стоянка кегелат восстание караха и тут мы опять начали себя проявлять карах не может смириться с тем что мы будем 40 лет жить в пустыне как всевышний после разведки нам сказал за каждый день проведенный в 40 дней будете 40 лет жить в пустыне карах понимает что он богач неимоверный но не может воспользоваться своим золотом бриллиантами которые он вынес из египта и не знает что с этим делать он был казначеем всевышний когда благоволение в глазах египтян чтобы дали вещи серебряные золотые он попросил весь золотой фонд страны и под шумок забрал его с собой все это золото который йосиф собрал в египте когда со всего мира приходили в египет покупать зерно почему он этот невероятный клад с собой забрал и теперь воспользоваться не может его еще жена подна таскала объяснила ему что что это они такое делают здесь пустыне что они что хотят то и делают что маша ставит своего брата родного на должность первосвященника а он начал особой любви задевать его понял что жена вроде как и права и начинает тоже себя настраивает и говорит да действительно у них было четыре брата в семье амрам изгар хеврон узель то ладно маша сын амрама и арон дети амрама то нет дети первого а он то сын изгара сын второго сына полудея он следующую большую должность получает а главным левитом страны машин означает эльцефана сына узеля сына 4 4 брата и он объясняет так людям и действительно уговаривает достойнейших людей праведников уговаривают им прийти на восстание потому что здесь несправедливая старица и требуется маша маша говорит им вы еще и священнослужение просите мало того что вам и так дал все высшие священные должности и агарон тут причем что вам роптать на него говорит но карах не успокаивается у него сообщники и левиты и у него есть датаны и аверам два сообщника еще есть он сын пилета то есть это все братья четыре юродные кто такой он сын пилета нам неизвестно да то она верам они не первый раз пустыне уже восстают и начинается восстание всевышний говорит пусть всевышний объяснить кто его и кто свят возьмите каждый совки свои и положите на них смесь благовоний двести пятьдесят сообщников приходите к шатру открыть завтра утром и гарон тоже станет совком кого изберет тот и прав карах должен тоже был прийти карах не пришел он понял что то что произошло с надавом вигу он был человеком очень разумным он понял что может плохо закончится карах не приходит остается у себя дома сообщники пришли с агароном машей идет датану авераму поговорить с ними что это такое что они восстают с людьми они говорят что мы не пойдем ты нам ничему не дал ни виноградника не участка поля вывел нас из египта и из страны текущей молоком и медом то есть так с ним разговаривают маши говорит ни у кого из них я взял ни одного осла ничего я не взял у них всевышний говорит сделать так что то что было было невероятное чудо если жизнь смерти всякого человека не умрут то тогда это послал меня не бог но если что-то необычное совершить всевышний и раскроет земля уста свои и поглотит их то это послал меня всевышний как только управляете слова то раскрыла земля рот свой не землетрясение просто рот как животное открывает и они полетели со своими семьями и со своими мощью за шатрами все полетели в это в эту яму невероятную и они летят и кричат и до сих пор они кричат в этой яме поэтому говорят сошли они живыми в преисподнюю не просто же умер потом умерли и всевышний решает что он идет в ад или в рай а тут живыми преисподнюю какое-то сверх наказание но в этот момент раскаивается три сына караха они говорят наш отец не прав маше прав и всевышний их жалеет и они остаются на каком-то островке и они не улетели вниз со всеми и действительно потом они стали большими людьми невзирая на поступки отца они стали большими левитами пели на ступеньях храма они написали псалмы нам часть псалмов давида есть от сновей караха даже один сам псалмы писал а весов после этого земля поглотила их и сгорели 250 человек принесших смесь благоводий а гарон нет гарон целый невредимый потому что в этом случае смесь благоводий не повредила эти люди праведники но они сошли с пути сгорели всевышний сказал что элязар собрал совки этих людей расплющили их в листы и отбили жертвник чтобы нам было напоминание чтобы больше такого не творили и написано что начался мор люди сказали на утро говорит что вы умретвили народ бога мы не поняли и это начался мор люди начали умирать маша вриторону беги быстро в среду возьми совок положение уголь жертвенника и смесь благовоний беги в среду останови мор а гарон бежит и ангел смерти пишется и стал ангел смерти стал и говорит она гарону меня послал всевышний я должен уничтожать а гарон говорит меня послал маша а маша ничего без воли всевышний не делает пойди вот он стоит возле шатра пойдем и мор был остановлен всевышний остановил ангела смерти и написано и было умерших от мора 14700 кроме умерших из-за караха сколько мы не знаем но мы знаем что 250 человек они сгорели вот 250 и сколько было в семье датана аверрама и караха возможно много очень потому что пишется что женщины рожали по много детей в общем возможно очень много мы не знаем но если мы даже почитаем 50 около этого пусть 15 тысяч это что не стоит и просто можем как-то предположить хоть как-то в общем вот столько людей погибло и это была последняя стоянка о которой нам что-либо в пустыне известно кегелат она называется и после этого 38 лет нас стоит название стоянок из них мудрецы делать какие-то выводы но нам фактически не известно многого об этом на этом наш сегодняшний урок заканчивается всем шаббат шалом всем все самого наилучшего до следующих встреч блин эдер въем решен 15 30 до свидания спасибо за внимание